Актуальное интервью Актуальное интервью Актуальное интервью Актуальное интервью Либо, значит, бывает так, что они устанавливают об отсутствии либо состава, либо события преступления и принимают об этом соответствующие решения. Указанное решение мы, конечно, также проверяем. Если мы будем говорить про категории совершенных преступлений, то следует отметить, что кардинальных изменений в тяжести совершенных преступлений также не произошло, сохраняется примерно на прошлогоднем уровне. Это мы говорим про убийства, про причинение тяжких телесных повреждений, повлевших смерть. Но вместе с тем следует отметить значительный рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних. Мы говорим про тяжкие и особо тяжкие преступления. В настоящее время соответствующие уголовные дела расследуются, поэтому об итогах их завершения мы, скорее всего, дадим дополнительную информацию. Если говорить о преступности в целом, то следует отметить определенное снижение преступлений, зарегистрированных в общественных местах. Вместе с тем, отмечается увеличение преступлений так называемого превентивного действия. Это преступления, предусмотренные статьями 116 и 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть это побои, либо умышленное причинение вреда здоровью небольшой тяжести. Мы почему говорим про превенцию в данном случае? Поскольку, как показывают научные исследования, именно привлечение виновных в людской ответственности по указанным статьям, то есть это преступления, а не небольшой тяжести, зачастую в последующем предотвращает совершение более тяжких преступлений, таких как убийство, либо причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего как смерть потерпевшего, либо, значит, другие, значит, физические страдания, боль. В данном случае я, наверное, отмечу еще следующий момент. Коснусь темы, такой темы, которая является, на мой взгляд, наболевшей, она острая. Это так называемое семейно-бытовое дебоширство. Все вот эти уголовные дела, которые мы направили в текущем году в суд, мы говорим про побои, про причинение вреда здоровью легкой степени, они не возникли на пустом месте. Как правило, из материалов уголовных дел следует, что в семье складывались на протяжении длительного времени вот такие непростые отношения, когда один из членов семьи зачастую это, конечно же, мужчина, который, как правило, занимается злоупотреблением спиртными напитками, он, как правило, безработный. И вместе с тем он является таким домашним тираном, домашним деспотом и причиняет страдания как своей супруге, так и своим близким, в том числе и детям. Есть такой эффективный способ борьбы с этим явлением негативным, просто не всегда оно становится, вот эти вот факты становятся известны правоохранительным органам. В силу разных причин домашние замалчивают о такой проблеме, и поэтому оно остается латентным и зачастую приводит к таким более тяжким негативным последствиям в виде совершения уже преступления. А если мы говорить будем про профилактику, то КОАП Российской Федерации предусматривает соответствующую статью, называется статья 6.1.1, это значит причинение побоев. Когда домашний дебошир за причинение телесных повреждений, то есть уже непосредственно умышленные действия, при этом если в его действиях отсутствует состав уголовно наказуемого деяния, он привлекается к административной ответственности. Есть целая статья в КОАПе Республики Башкортостан, которая так и называется, семейное бытовое дебоширство. Составом этого административного правонарушения охватывается не только причинение каких-то физических, совершение физических действий в виде ударов, толканий, рукоприкладства, но и даже простое ругательство, оскорбление, которое происходит в отношении близких родственников, в отношении тех лиц, с которыми виновный проживает. Как правило, если виновный человек, дебошир, он проходит через такую процедуру, как привлечение к административной ответственности, то данный урок усваивает и дальнейших действий не происходит. К примеру, если мы говорим про конкретное количество, конкретные цифры, то за истекший период 2019 года через административную комиссию при администрации муниципального района, а именно она рассматривает статью, которая предусмотрена в Коап РБ, это 13.8, прошло 197 материалов. То есть это 198 случаев, когда в семье имели место быть вот такие негативные события. И если мы сравниваем количество уже выявленных и возбужденных уголовных дел, также произошедших в семье, то разница большая. То есть это как раз таки говорит о том, что вот это административное наказание, оно определенное, не то что определенное, оно имеет значительный эффект. Поэтому хотелось бы добиться того, чтобы те лица, которые страдают от такого негативного отношения, негативной ситуации в семье, от домашних тиранов и дебоширов, они желательно бы, чтобы обращались при первой же возможности в правоохранительные органы. Я полагаю, что в этом случае уже будет предотвращено гораздо больше вот таких вот преступлений. Но при этом ведь обращение должно быть именно жертвой, грубо говоря, или это могут быть соседи, которые видят? Бывает так, что так называемые домашние скандалы, домашние конфликты, они же причиняют неудобства не только вот тому кругу лиц, которые в данной семье проживают, но и, как правило, от этого страдают соседи. Они, как правило, от них-то и происходит первый вызов. Сотрудники приезжают, начинают, соответственно, проводить проверку, разбираются, и в ходе этого и поступают соответствующие заявления уже непосредственно от потерпевших. То есть это те лица, которые в семье, значит, либо получили там от вот этого домашнего тирана-дебошира какие-либо там физические там причины, на им боль, ругательства в отношениях произошли, либо, значит, просто-напросто они потерпели, претерпели какие-то негативные переживания, испуг, оскорбления, в том числе и с применением нецезурной брони. Вот не обязательно, чтобы сам потерпевший обратился. Главное, чтобы в последующем, в ходе проводимой проверки, они дали подробное объяснение, дали подробное изложение всех обстоятельств произошедшего. Говоря в разрезе преступности на территории Неновольского района, следует отметить и такое явление, как преступность среди несовершеннолетних. Если говорить об уровне преступности, об их количестве, то да, по сравнению с 2018 годом, в 2018, количество осталось на том же уровне, это 8 преступлений. Но изменилось их, если можно так выразиться, качество, да. Если в прошлом году мы регистрировали совершение несовершеннолетними преступлений против собственности, это в основном были кражи, то в этом году наряду с этими появились такие факты, как причинение тяжкого вреда здоровью, то есть несовершеннолетние такие действия совершило, совершение вымогательства, в том числе в группе лиц. Не могу не отметить то обстоятельство, что Яновольским районным судом было рассмотрено уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних девочек, которые группа лиц по предварительному сговору вымогали денежные средства также у своей сверстницы. Потерпевшая также являлась несовершеннолетней. Уголовное дело рассмотрено, вина этих несовершеннолетних преступниц доказана, но учитывая, что действующий уголовный закон, он в первую очередь направлен на достижение исправления преступников, оно более гуманно относится к несовершеннолетним, то судом принято решение об отдании их под надзор родителей, то есть они освобождены от уголовной ответственности, вместе с тем их вина установлена. Это делается в расчете на то, что государство предоставляет определенный шанс тем лицам, которые один раз оступились в надежде на то, что в последующем они усвоят этот урок и больше не будут совершать подобных действий, подобных деяний. Помимо преступности среди несовершеннолетних, наверное, отметить такое негативное явление, как незаконный оборот наркотических средств. За текущий период 2019 года отмечается увеличение количества преступлений в указанной сфере, то есть по сравнению с прошлым годом, в этом году уже возбуждены и расследуются 30 уголовных дел, в прошлом году было 26, это мы говорим в целом, то есть в этом количестве мы учитываем и сбыт наркотических средств, и незаконные приобретения и хранения, в том числе для личного потребления. Уголовные дела определенное время занимают в расследовании, наносят зачижной характер, поскольку это связано с такой особенностью, как необходимость проведения соответствующих экспертиз в отношении виновного лица. Назначается стационарная психиатрическая экспертиза, но в любом случае те лица, которые уже попали в поле зрения органов внутренних дел, они получат свое заслуженное наказание. Говоря про наркотики, я не могу обойти такую тему, которая на сегодняшний день является, на мой взгляд, тоже острой, распространение так называемого снюса. Это, скажем так, вещество, оно на текущий момент не признано наркотическим, оно не признано пока сильнодействующим, но надеюсь на то, что законопроект, который внесен в Государственную Думу буквально на прошлой неделе, он получит свое развитие, мы получим закон, который будет запрещать распространение вот этого снюса. На деле, значит, получается, что так называемый снюс, он преподносится лицами, которые его реализуют, как некий такой безвредный заменитель табакокурения. То есть реклама там идет, призывы, в основном пытаются это распространить, этот снюс среди молодежи, среди учащихся, поскольку, да, действительно, вроде как это и не сигарета, вроде как и нету дыма, да, нету продуктов горения. Но состав, по предварительным оценкам, вот в этом некоем продукте, до которого он даже не относится ни к пищевым, ни к табачным изделиям, ни к чему-либо другому, соответственно, каких-либо стандартов, сертификатов, требований к этому продукту никаких нет на текущий момент. Но исследования предварительно показывают, что они, одна доза, один такой вот пакетик, он содержит запредельные дозы никотина, уже имеются случаи отравления лиц, которые употребляют снюс. И хотел бы, пользуясь вот этим именно сегодняшним эфиром, сказать, чтобы молодежь, она у нас этим снюсом не увлекалась. Поскольку именно молодежь, она всегда тянется к чему-то новому, она очень любопытна, и хотелось бы предостеречь, чтобы они не получали такой негативный опыт путем применения, использования так называемого снюса. Если мы будем говорить про такие показатели, как количество нарушений, то следует отметить, что на текущий период мы фиксируем порядка 590 нарушений закона. По ним у нас принято меры реагирования в виде протестов на незаконные нормативные правы, акта это 87 протестов, внесено более 190 представлений, по которым наказано также более 190 должностных лиц. Предостережено от нарушения закона у нас в текущем году 10 должностных лиц, возбуждено более 35 дел об административных правонарушениях, они носят разный характер, разные категории и по разным направлениям прокурорского надзора. Но вместе с тем в любом случае в приоритете у нас остается надзор в сфере экономики, надзор в сфере расходования бюджетных средств, пользования муниципальным, государственным имуществом. Конечно же мы в первую очередь держим такие вопросы, как защита трудовых прав граждан, оплата труда. В последнее время отмечаем мы определенный интерес в плане привлечения средств дольщиков на возведение жилых домов. У нас в текущем году в Янаульском районе и такие договоры заключены, мы их тоже отслеживаем, смотрим, надзираем за ними. Если говорить о характере поступивших обращений, то есть это один из показателей прокурорского надзора, а также исходя из характера обращений, мы ориентируемся в первую очередь на что обратить свое внимание. То есть тут также без особых изменений. В первую очередь население граждан волнует вопросы, связанные с оплатой труда, вопросы с трудоустройством. Конечно, без внимания не остаются вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Наболевший такой вопрос у населения был по поводу твердых коммунальных отходов. То есть все вот эти вопросы мы также анализируем и принимаем меры. Если говорить конкретно о выявленных нарушениях, то в текущем году мы в ходе проверки выявили такой факт, что в одной из фирм обществ с ограниченной ответственностью, это можно, я думаю, уже назвать и наименование «башкирский фермер», там образовался долг по заработной плате. Он составил более 550 тысяч рублей. Ситуация усугубилась тем, что работники в течение длительного времени просто ожидали того, что ситуация сама по себе выправится. Соответствующие органы, в том числе и к нам в прокуратуру, они сразу не обратились. То есть они к нам пришли спустя, получается, где-то два-два с половиной месяца с момента, когда у них уже появились сомнения в том, что работодатель платежеспособен и будет им оплачивать их труд. Но в конечном итоге это привело к некоторым негативным, конечно, последствиям. То есть утрачиваются разные доказательства, становится затруднительно восстановить те или иные события, но тем не менее мы обратились в Сен-Авольский районный суд с иском в защиту данных работников. Суд наши исковые требования удовлетворил, вынес соответствующее решение о взыскании задолженности по заработной плате с этого нерадива, скажем так, работодателя. Помимо самого долга по заработной плате, по нашему требованию суд также взыскал с работодателя компенсацию за просроченное время по выплате заработной платы. Помимо того, что мы обратились в Сен-Авольский районный суд, мы также привлекли директора Башкирской фермы к административной ответственности. Он привлечен к штрафу к административному в размере 30 тысяч рублей. Ну и, конечно же, внести представление. На данный момент мы рассматриваем вопрос о направлении материалов в правоохранительный орган для дачи оценки, но это пока предварительно. Кроме указанной организации, мы также в этом году выявили факты нарушения сроков оплаты труда ООО «Победа». К сожалению, это предприятие, на первый взгляд, казалось таким незабываемым, хорошим развивающим, но, тем не менее, там тоже имели место такие негативные моменты. Следует отметить, что там срок задержки выплаты зарплаты составлял небольшой промежуток времени, поэтому я полагаю, что мы ограничены теми мерами, которые приняли в отношении руководства данной организации. На текущий момент образовавшаяся задолженность перед работниками погашена. Администрация данного предприятия рассматривает вопрос о компенсации опять-таки за просроченное время заработной платы. Говоря про защиту трудовых прав граждан, считаю необходимым отметить также и такое явление, как так называемое нелегальное трудоустройство. Это когда нерадивый работодатель, пользуясь тем, что работник в первую очередь заинтересован в получении какой-либо материальной выгоды в виде вознаграждения за свой труд, принуждает или уговаривает его оформить фактические трудовые отношения к каким-либо другим договорам. То есть это либо договор подряда, либо договор оказания услуг, лишь бы избежать заключения трудового договора, который в свою очередь уже просто для работодателей влечет определенные, на их взгляд негативные траты, как отчисление пенсионного фонда и так далее. Но вместе с тем работники, которые на такие условия соглашаются, они страдают вдвойне. Во-первых, значит, у них не учитывается указанный трудовой стаж. Во-вторых, когда работодатель за выполненную фактически работу отказывается им выплачивать заработную плату, как они говорят, то именно тех мер правового характера, которые мы применяем к нерадивым работодателям в силу трудового кодекса, мы просто-напросто не имеем возможности сделать, поскольку фактически мы говорим о том, что между данным гражданином и работодателем так называемым отсутствовали трудовые отношения. То есть указанный спор по поводу неполученной заработной платы, как полагает работник, он переходит в плоскость других гражданских правовых отношений. И в данном случае работник остается, фактически работник остается один на один перед своим работодателем и просто-напросто вынужден будет в частном порядке обращаться в суд и доказывать то, что он какие-то работы выполнил, а вознаграждение со стороны вот этого заказчика тех или иных работ им не получено. Административного принуждения тут уже не будет, поэтому очередной раз призываю трудоспособное население, которое, скажем так, занимается поиском работ, трудустраивается, сразу же обращать внимание на оформление трудовых отношений. Обязательно должен быть трудовой договор, обязательно должна быть внесена запись в трудовую книжку. Соответственно, это и выполнение обязательств работодателя можно будет и проверить путем соответствующего заявления в пенсионный фонд. То есть, чтобы работодатель производил отчисления в пенсионный фонд, это как раз-таки показатель того, что у работника будет в последующем учтен трудовой стаж, что немаловажно. Потому что зачастую к нам приходят так называемые обманутые работники, мы, когда начинаем выяснять о наличии трудовой книжки, о наличии копии приказа о приеме на работу, о наличии вообще трудового договора либо контракта, оказывается, ничего этого у них нет. На руках у них, как правило, наспех составленный какой-либо договор оказания услуг, который подразумевает разрешение спора в судебном порядке со ссылкой на гражданский кодекс. То есть, там никакой ссылки на именно трудовой кодекс не имеется. Административная комиссия, вернее, комиссия при администрации Янаульского района определенную работу проводит по выявлению фактов нелегального трудоустройства. В текущем году и прокуратура Янаульского района привлекала работу дателя за факт нелегального трудоустройства через госинспекцию труда по республике Башкустан. Данный работодатель был привлечен к административной ответственности. Да, там штраф небольшой, но тем не менее, факт он есть. Данный работодатель, он может попасть в соответствующий там реестр, как нарушитель трудового кодекса, скажем так. Как я уже говорил, прокуратура, любая прокуратура, она в первую очередь ориентируется на как количество поступивших обращений за тот или иной период, так и на характер этих обращений. Про характер я уже вкратце сказал, но если мы будем говорить про количество, то в текущем году на сегодня у нас уже зарегистрировано порядка 470 обращений. Из них на сегодняшний день удовлетворенными являются 28 обращений. Значит, это о чем говорит? Если мы говорим о превентенном или там о предупредительном надзоре со стороны прокуратуры, то роста удовлетворенных обращений быть не должно в принципе. А вообще такое число, порядка 500 обращений, это большое число, среднее, если как-то оценивать с другими районами статистика? Напрямую вот так оценивать один район с другим, даже если по количеству проживающего там населения, да, в принципе невозможно, потому что это объясняется не только населением, то также и расположением географическим, да, приближенностью к разным крупным городам, либо наоборот отдаленностью от них. Многие факторы влияют, и поэтому напрямую увязывать поступившее количество обращений с тем или иным показательным фактором, но пока не представляется возможным. Поэтому мы можем только сравнивать и анализировать предыдущие периоды. Но если мы говорим про количество обращений в этом году, то оно, в принципе, не изменилось. Это опять-таки в какой-то мере характеризует, наверное, определенную эффективность работы как правоохранительных органов системы в целом, ну, такие прокуратуры района. Следует также отметить, что у нас приближается очередной всероссийский день приема граждан. Он у нас установлен 12 декабря. В течение всего дня все органы прокуратуры, все органы государственной власти будут принимать граждан по любым практически вопросам. Поэтому, если, значит, у кого имеется желание, то могут прийти именно 12 декабря текущего года, то есть это будет уже буквально в ближайшие дни, в прокуратуру примем. У нас там есть определенные уполномоченные лица. Я сам, конечно же, буду заниматься приемом граждан. Но вместе с тем я отмечу и то, что независимо от того, что у нас вот определен конкретный всероссийский день приема граждан, мы в любой обычный будний рабочий день посетителей всегда принимаем. У нас определенный график есть. Я, в принципе, принимаю практически в любой день, если у меня, ну, если я не занят в суде, либо там не занят другими, в том числе, не менее важными делами. Я стараюсь принимать всех граждан, если они хотят именно попасть ко мне. А так у меня имеется также определенный день недели, это четверг, где я в течение всего рабочего дня с перерывом на обеденный период принимаю граждан. Поэтому, пожалуйста, если какие вопросы есть, могут в любое время обратиться, либо, значит, в день определенный графиком. Теперь, помимо таких показателей, одним из важных является и борьба с коррупцией. На текущий год у нас через суд, Янаульский районный суд прошли уголовные дела коррупционного характера. Установлена судом и вина бывшего работника комитета по управлению собственностью при администрации Янаульского района, которая, значит, пользуясь, превышая свои должностные полномочия, предоставила своему супругу, значит, земельный участок. Вина ей была в суде доказана, она признала вину, ущерб возместила, ей назначен уголовный штраф. Кроме того, значит, в Янаульском районном суде рассмотрено такое уголовное дело, про данное дело следует сказать отдельно, поскольку такого раньше в Янаульском районе не было. Эта статья называется мелкое взяточничество. Среди населения, среди граждан бытует такое мнение, если преподнесенный подарок, вознаграждение какое-либо должностному лицу, государственному служащему, сотруднику правовых органов расценивается какой-то, на их взгляд, маленькой суммой, то это якобы не преступление, и можно такие вещи делать безнаказанно. Это не так. Существует целая статья, как я уже сказал, это как получение мелкой взятки, так и дача взятки. При этом, если стоимость взятки, размер взятки составляет менее 10 тысяч рублей, наступает уголовная ответственность. На деле у нас оказалось так, что водитель был остановлен сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения и осознавая, что он будет наказан в административном порядке, этот горе так называемый водитель попытался просто-напросто откупиться от сотрудников ГИБДД, предложив им определенную сумму денег, которую он посчитал, наверное, соразмерной для того, чтобы его отпустили, как он говорил, с миром. Тем не менее, сотрудники ГИБДД действовали в соответствии с инструкциями, с законом. Данный факт был зафиксирован, водитель понес как административное наказание за совершение правил дорожного движения, так и получил судимость за дачу мелкой взятки. Если говорить о коррупции, взяточничестве, на основании либо это обращений жалоб, на основании ваших проверок, каким образом данная информация становится известна в прокуратуре? В текущем году у нас фактов получения взяток, конечно, территории района зафиксировано не было, но информация, она может поступить из разных источников. Это может быть и как заявление граждан, это могут быть результаты оперативно-разысленной деятельности, то есть весь спектр полномочий, который государством предоставлен, правоохранительным органам, он полностью используется при фиксации подобного рода преступлений. Поэтому конкретно какой-то источник выявить и о нем говорить мы, в принципе, на сегодня не можем. В текущем году у нас завершено расследование уголовного дела и направлен в суд в отношении бывшего работника администрации города Янаул. Более подробная информация будет представлена после рассмотрения уголовного дела по существу в суде. Подводя определенные итоги 2019 года мы уже планируем свои проверочные мероприятия на предстоящий 2020 год. И с учетом выявленных нарушений в текущем году, поступивших обращений, других факторов, мы, наверное, сконцентрируем свое внимание в том числе на обеспечении на защите трудовых прав граждан, на обеспечения законности при предоставлении жилищно-коммунальных услуг в социальной сфере общества. Кроме того, конечно же, в поле зрения органов прокуратуры будет борьба и противодействие с коррупцией, обеспечение безопасности в образовательных организациях района, я имею в виду и про школы, и про детские сады. Кроме этого, необделим вниманием и обеспечения исполнения бюджетного законодательства, земельного законодательства. Немаловажную роль в надзорной деятельности органов прокуратуры занимает сфера закупок. Вот примерно те направления, которым мы планируем и занимаемся в своей повседневной деятельности. Время нашей передачи подошло к концу. Спасибо за беседу. И напоминаю, на мои вопросы сегодня отвечал прокурор Енаульского района Азат Улькарнаев. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин